здравствуйте друзья сегодня у нас на тесте lada x-ray очередная новинка автоваза и что интересно на сегодня это самая дорогая lada первое что бросается в глаза это необычный формат автомобиля вообще автоваз позиционирует его как кроссовер но полного привода нет пока нет однако очень заметно что x-ray автомобиль высокий как смысле высоты вообще так и дорожного просвета который составляет 20 сантиметров lada x-ray построена на платформе b0 компании рено точно так же как например лада ларгус но если ларгус в основном является рестайлинговой версии универсала рено логан то lada x-ray все-таки справедливо назвать самостоятельной разработкой просто на готовой платформе считать ее полным клоном рено сандерос т.п. не совсем корректно потому что технических отличий пусть не очень значительных набирается достаточно много ну например у автомобилей разная ширина колеи у них разные настройки подвески более того lada x-ray в принципе чуть больше чем рено сандерос т.п. большая часть прибавки в длине пришлась на заднюю часть машины в частности на багажник и отсек получился достаточно классный во первых у него хорошая форма у него достаточный для повседневной поклажи объем и сам проем багажника ничем не загроможден грузить будет удобно кроме того у него регулируем уровень пола вот эту панель можно убрать тогда объем будет больше больше высота можно ее оставить тогда получаем ровный пол при складывании сидений единственное что обращает внимание это вот этот выступающий порог не закрытый пластиком скорее всего будет царапаться запасное колесо находится еще вот ниже фальшпола здесь полноразмерная запаска как и должно быть в россии но и для закрывания есть вот такая вот ручка может быть не самая удобная но по крайней мере она есть базовую эргономику x-ray унаследовал у своего донора рено sandero это достаточно неплохая вполне современная эргономика где все под рукой все достаточно привычно но придраться можно к тем же мелочам что мы обычно критикуем в том же sandero ну например слепое расположение кнопки подогрева сидений вот здесь вот слева от меня между сиденьем и дверной панелью а сам салон выглядит достаточно солидно и я бы сказал так монолитно есть система навигации причем с картой работающая и есть также камера заднего вида вот если включим заднюю передачу мы увидим изображение правда разметка здесь не динамическая то есть при повороте руля она не показывает направление движения колес лада x-ray также как донор платформы логан это автомобиль б-класса поэтому не ждите от нее какой-то феноменальной вместительности если лада веста действительно нас впечатлила просторностью второго ряда то здесь все сделано по законам жанра то есть сам за собой я сижу ну вот с небольшим зазором по всем координатам но не более того ну и при посадке конечно обращает внимание узковатый проем то есть люди с большим размером обуви будут испытывать некоторые затруднения а а lada x-ray комплектуется на выбор тремя типами двигателей младший мотор это автовазовский 106 сильный 16 клапани хорошо знакомы нам например по ладе приори но проблема в том что с таким двигателем машину пока по крайней мере нельзя купить версии с кондиционером вот как раз у этой базовой версии цена начинается от 589 тысяч рублей но как водится в салонах их сейчас нет наличии наверное основной спрос придется на версии lada x-ray вот с тем силовым агрегатом который мы тестируем сегодня это по сути ниссановский агрегат h4m в автовазовской нынешней классификации почему в автовазовской потому что несмотря на японское происхождение собирает его сейчас на автовазе тольятти он агреги агрегатируются с пятиступенчатой механикой производства компании рено динамика разгона ее не назовешь куда запальчивый но она вполне достаточно для тех рутинных задач которые будут стоять перед машиной такого класса коробка передач в целом хорошее впечатление оставляет она нам давно знакомы по другим моделям рено у нее такой долговязый рычаг что сначала кажется непривычным но передач включается достаточно легко за это можно и поставить плюс вообще машина не сказать что изолирует нас от дороги то есть поперечные стыки например чувствуется когда проезжаешь какую-то колдобину то тоже в принципе вот вот сейчас мы проехали мы почувствовали что машина подвеска отработала с другой стороны нам очень понравилось что на этой машине можно действительно очень так нахраписто атаковать плохие дороги поэтому для тех кто хочет регулярно ездить по плохим дорогам и при этом ездить быстро вот машина я думаю очень понравится поскольку автомобиль приподнят над землей то есть у него достаточно большой просвет даже по меркам кроссоверов 20 сантиметров это приличный просвет мне показало что настройка управляемость от этого немножко пострадала потому что во-первых напрямую все время ощущение что машина хоть чуть-чуть но на что-то реагирует поворотах тоже особенно если они неровные такое впечатление что руль немного играет в руках кстати в отличие от сандера здесь электроусилитель они гидроусилитель руля то есть видимо у него собственные автовазовские калибровки и вот такого чувства единения с машины у меня честно говоря не возникло кстати управляемость лады весты мне в этом смысле понравилось гораздо больше по комфорту автомобиль оставил очень достойное впечатление уровень шумоизоляции вполне достаточно чтобы ехать говорить не напрягаясь слушать музыку ходовая часть чувствует мелочевку но на крупных выборинах она все равно производит впечатление скорее комфортной вот эта часть стоек широковато но зато зеркала заднего вида большие видно в них хорошо за счет высокой посадки есть ощущение габаритов и вообще ощущение того что происходит вокруг ну насколько вообще оправданно называть lada x-ray кроссовером строго говоря кроссовером мы называем машины все-таки полноприводные или хотя бы имеющие полноприводные версии но за последнее время конечно сам термин кроссоверы несколько обесценили потому что ну например nissan qashqai кроссовер типичный можно купить с передним приводом то же самое toyota rav4 и так далее практически любой кроссовер там стоимостью до не знаю полутора миллионов рублей можно купить с передним приводом и если мы называем кроссовером и такие машины то в принципе можно назвать и lada x-ray тем более что по геометрической проходимости она даст фору иным кроссовером ну кроссовером я бы все-таки ее не называл но вот если человек живет например где-то в маленьком городе или может быть в селе и он не хочет покупать кроссовер ну как минимум потому что кроссовер полноприводный это дорого сегодня то вот lada x-ray может стать вполне адекватным компромиссом и и и и и и и и и